Голос 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 на котором стоит Россия. Спасибо. 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 Шевелев Геннадий Иванович. Спасибо. О ком статье? Ну скажите, о ком статье? Я написала статью в геннадости Кузнецову Киприны. Это по линии моего папы и по линии моей мамы. То есть мама была учителем, папа был военным. Я стала педагогом, моя дочка стала педагогом, а мои внуки стали военными. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас музейная комната Аббатского войскового отряда «Наша память», село Аббатское, руководитель Бажина Анатолий Иванович сейчас получает такой лично-персональный диплом. И он у нас победил в номинации за сохранение истории родного края и занял первое место. АПЛОДИСМЕНТЫ Это диплом, дипломы вот эти мы даем за совокупность, за много материалов и получают не вообще саму награду, вот этот сам диплом получает именно поисковый отряд и эта табличка будет с гравировкой висеть у них в их музейной комнате. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Берегимся! Берегимся! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы вручаем такой диплом. Это победители конкурса музеев и экспозиции «Трудовая доблесть родного края». Диплом третьей степени вручается в номинации за сохранение истории родного края. Музей «След» Суерская средняя общеобразовательная школа села Суерка Упоровского района. Диплом «След» Суерская средняя общеобразовательная школа села Суерка Упоровского района. В номинации «За лучший общественный музей» первое место заняла у нас школа Солобоевская школа Исетского района. Музей этой школы возглавляет Наталья Викторовна Герасимова, а мы вручаем Беловой Анне Викторовне, исполняющей обязанности директора школы. Благодарим за работу и очень гордимся вами, вашими земляками, которые ежегодно участвуют в многочисленных конкурсах и занимают столько призовые места. Это, конечно, заслуга прежде всего Натальи Викторовны и ее воспитанников, которые ходят заниматься к ней в музеи, в многочисленные кружки, краеведческие секции. И такой патриотизм в вашей школе, им пропитано буквально, в помещение даже мы заходим, мы видим, что на стенды висят, в музее несколько экспозиций, совершенно разноплановых. Восхищены вашей работой, дорогие коллеги, желаем дальнейших успехов и новых побед. Спасибо. Это заслуга, безусловно, Натальи Викторовны, поэтому я сразу передаю этот диплом, чтобы он был по праву. Скажите, где будет размещен, где диплом будет размещен? В музее. Я вам даже покажу, где он будет висеть, этот диплом мы с Анной Викторовной уже обсудили, мы там были. Солобоевская школа, она имеет отдельное помещение для музея, что, конечно, большая редкость. И сейчас мы туда отправляемся. Здесь был образован 6 ноября 1979 года, это учительский коллектив. Здесь будет у нас все переделано. Патриаршу грамоту мы немножко сместим. Жизнь-то бога никакой? Нет. И Тимофеев, вот супруги Тимофеев, вот здесь она будет висеть. Вот, вообще все, все надо. Вот любая вот эта бумажка, фотография, что там, я никогда ничего не выбрасываю, потому что придет, говорю, время, и это пригодится, и оно будет очень важным. И вот здесь был каракулевый воротник. Ну, понятное дело, изнасела. А вот эта елка, 1974 года, моя елочка. Она уже цвета толком не имеет, но мне нравится. Кем-то у меня вот такие же коробки, такие небольшие. Вот машина моего сына, а сыну уже 36 лет. У меня дома вот таких больших машин, его он не дойдет. Мама, не бери. Мама, не бери. Мы там очень много использовали куксуса кислотой. Вы знаете, в некоторых цехах просто захватывала. Купаешь, но вы тоже куксус кислотой. Так, я пошла, вы меня фотографируете тогда на своей. Это вас не дождетесь. Нет, по-другому. Можно вообще шить, это и все. Все. Мы рады, что не в первый раз приехали сюда, а уже по знакомым следам, знакомым людям. И очень приятно, что мы приехали с пустыми руками, а не с пустыми руками потому, что вы заслуживаете того. А награды находят герои. Спасибо большое. Мы сегодня вручаем диплом, диплом за третье место в конкурсе музеев и экспозиции «Трудовая доблесть родного края». И в этом музее, вернее в этой комнате, библиотечной комнате, в этой библиотеке была размещена экспозиция, посвященная учителям Акияровской школы, прошедшим войны. А конкурс наш проходил в год педагога и наставника. И поэтому эта экспозиция, которую представила библиотекарь Каримова Розалия Раилевна, эта экспозиция, мы ее посчитали очень важной, очень полной, очень грамотной, объемной в тех материалах, которые нам были представлены на конкурс. Поэтому и именной диплом получает Розалия Раилевна. И диплом, который у нее останется, о том, что третье место присуждено в номинации «Учителя и наставники в нашей судьбе». Особенно в сельской школе очень важно знать детям о своих учителях, героях, брать с кого-то пример. И в наше время это наиболее актуальная сейчас тематика. И кто бы не знал первое, второе или третье место сегодня, остальные, пожалуйста, не обижайтесь. Вы тоже достойны и тоже такой большой вклад вложили в сохранение истории нашего края. Продолжение следует...